Здравствуйте, дорогие! Вот и пролетела еще одна неделя, с результатами которой я вас по традиции знакомлю. На этой неделе главной темой у нас была «Красная пресня». Продолжаем с Министерством транспорта переговоры с потенциальными подрядчиками. Пока, к сожалению, порадовать вас нечем, но продолжаем работать в этом направлении. И в любом случае контракт будет принят следующей организацией, которая его закончит в срок. Напомню, предыдущий контракт у нас был до 2024 года. Таким образом, в следующем году все-таки будет сделана основная работа и, возможно, останется на 2024 год благоустройство в виде озеленения. На вопросы из социальных сетей отвечаю по поводу, почему сразу не расторгли контракт. Но вообще для тех, кто понимает, что такое контрактная процедура, объяснять смысла, наверное, нет. Для тех, кто не понимает, объясню подробно. Система закупок в соответствии с действующим законодательством в современных условиях выглядит следующим образом. Торги проходят на электронной площадке без торгов. Заключать контракт категорически запрещено, поэтому мы объявили конкурс в прошлом году на производство капитальных работ по красной пресне, и, соответственно, у нас ожидались подрядчики. Заявка поступила только одна от карьер А. Для того, чтобы не заключать контракт, должны быть веские основания. Оснований не было. Поэтому, соответственно, подрядчик продолжал работу. В противном случае, в случае отказа от заключения контракта, наступает ответственность уже у заказчика, точнее у администрации. Поэтому все не так просто. Тут вопрос не в том, что хочешь, не хочешь работать. Дело в том, что сегодня наша главная проблема – это отсутствие подрядчиков как раз. Даже не денег. Мы научились их добывать. Проблемы в подрядчиках. Что касается слухов о банкротстве подрядчика карьера, они не подтверждаются. То есть мы заблаговременно выяснили, что у него крайне неустойчивое положение, и ведем работу по расторжению контракта. До сих пор положение неустойчивым назвать было нельзя. У карьера было множество контрактов на очень крупные суммы. Одна только больница 280 миллионов стоила. Поэтому сомневаться в его платежеспособности до сих пор у нас не было оснований. Что касается банкротства, банкротом он и сегодня не назван. Для этого требуется процедура. Через суд признаются банкротом. Заявление на банкротство пока еще никто не подавал. Поэтому, в принципе, пока подрядчик находится в таком подвешенном состоянии. И мы активно ищем ему замену. О дороге в районе Файса. Ситуация сложилась следующим образом. Мы объявили в прошлом году торги, и на эти торги никто не вышел, к сожалению. Очень хотели заасфальтировать. Деньги были. В этом году тоже деньги есть. Готовим аукционную документацию. Однако сегодня переговоры пока положительных результатов не дают. Не можем мы найти подрядчика. К теме, почему я не отвечаю на вопросы неадекватов. Друзья, это абсолютно бесполезно. Они путают кислое с соленым. И специально намерены извращать все мои слова. Поэтому я не могу отвечать за то, что в силу скудного мозга кто-то не так меня понял. Я отвечаю только за свои слова. Вы со мной не можете не согласиться, что более открытой власти у вас не было. Посмотрите, глава отвечает на вопросы буквально всех и в «Одноклассниках», и в «Контакте», и в «Телеграме». В половину гордо есть мой номер телефона, и мне задают вопросы. Единственное, что снимать трубку могу не всегда, но в «Ватсапе» при наличии времени я всегда отвечаю. Кроме того, прием мэра по личным опросам у вас теперь уже 4 года. Каждую субботу. Раньше это было раз в месяц и 2 часа всего. Мы специально для вас создали группы для того, чтобы оперативно ответственные службы реагировали на происшествия и неполадки. Создали группы по благоустройству, по электроснабжению. Я счастлива тем, что у нас большинство жителей города абсолютно адекватные, понимающие и знающие. Но, как говорится, в семье не без урода, поэтому вот этих товарищей мы переживем, конечно. За конструктивную критику, за ваши предложения, за ваши идеи хочу еще раз вас поблагодарить. Очень полезная и ценная информация для нас, для того, чтобы наш город развивался. По вашим обращениям совместно с полицией отрабатываем вопросы нарушения тишины. Силами чистого города установлены знаки дорожные на площади. Такие же будут установлены около торгового дома 12 и в музыкальном скверике. Пожалуйста, подсказывайте, где еще есть желающие потусоваться и нарушить ваш сон. Будем совместно отрабатывать дальше. К вопросу жителей о том, что строится за ЦТП в районе Школьной 2 и Красной Пресне 17-19-21. Конечно, это не магазин. Это будет многофункциональная спортивная площадка. Мини-футбол, волейбол, баскетбол. Переселение. Хочу вас обрадовать, со следующего года начинают работать еще две новые программы. Вспомним про старую. Это переселение из ветхоаварийного жилья в зоне БАМа. Очередь в размере порядка 2000 человек имеется. И, к сожалению, пока очень низкими темпами мы переселяем, ввиду того, что денежное содержание нам выделяется небольшое. В этом году порядка 15 квартир будет приобретено в общей сложности и люди получат жилье. Эта программа продолжает работать. Дополнительно вступает в силу программа по выделению единовременной выплаты. Это тот самый случай, когда я вас приглашала предоставить документы об отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По этой программе мы надеемся порядка 500 человек переселить. По крайней мере, ведем переговоры вот о таком количестве. Напомню, это будет выплата на счет продавца за квартиру, которую вы найдете. То есть приобретать квартиры эти по факту вы будете сами. Вы будете выбирать себе район, этаж и так далее. Но на руки деньги вы не получите и на свой счет тоже. То есть деньги целенаправленно пойдут на счет продавца. Для тех, кто подал заявление на участие в этой программе, но не предоставил согласие на обработку персональных данных. Дополнительно сообщаю о том, что до конца августа продлен срок сбора вот этих согласий на обработку персональных данных для включения в единый российский реестр на переселение. Поэтому в рабочее время до конца августа вы можете подойти в кабинет 19 или за справками обратиться по телефону 58 441 и дать нам свое согласие на обработку ваших персональных данных. Очень серьезный момент. Без этого согласия, к сожалению, выплату вы не получите. И третья программа, которая начинает свое действие с начала следующего года, это программа по переселению из аварийного жилья. В прошлом году порядка 700 домов мы обследовали на предмет аварийности, вынесены заключения. Они подлежат переселению. Ждем еще федерального транша на переселение по этой программе. Скоро начнется строительство приюта для безнадзорных животных. Мы очень долго к этому шли. У нас не было подходящего земельного участка, не было у нас подходящего помещения, которое мы могли бы реконструировать. Тем не менее, в итоге двух лет переписки с Минимущества России, все-таки бывшее имущество ОРТПЦ было передано в муниципальную собственность. Сегодня заканчивается процедура оформления этих документов. И в ближайшее время мы приступим к торгам. Деньги из правительства Амурской области поступили. Сейчас нам надо заключить соглашение. Объясняю вам так подробно, чтобы вы понимали, что одномоментно это не делается. Сейчас в ближайшие 2-3 недели мы будем оформлять соглашение с министерством. И в дальнейшем объявлять торги на реконструкцию здания ОРТПЦ под приют для бездомных животных. Планируем закончить работу осенью. То есть до конца этого года у нас откроются приюты всех безнадзорных собак. С улиц мы уберем. Заканчивается работа над мастер-планом города Тынды. Это перспективный план экономического, социального и пространственного развития. Он будет представлен президенту на Восточном экономическом форуме в сентябре. Правительство Амурской области уже готовит экспозиции, в том числе и с нашим мастер-планом. Ну и приоткрою завесу тайны, газификация мастер-планом, газификация Тынды предусмотрена до 2024 года. В таком случае у нас серьезно подешевеет теплоснабжение. Мы будем более экологичным городом. Ну и соответственно это даст толчок к росту производства в нашем городе, дополнительных производств. Напомню, что речь идет пока о газификации котельной, нежилого фонда. То есть речь идет об удешевлении тепла в первую очередь. Еще одна хорошая новость. Компания Ангара возобновила перелеты в Иркутск из Тынды и из Тынды в Иркутск. Рейсы совершаются по пятницам, 48 посадочных мест. Поэтому добро пожаловать в Иркутск и обратно. Готовимся ко дню города. Подробнее я вам расскажу позже. Пока скажу, что российские железные дороги готовы привезти нам две звезды серьезного уровня. Накануне дня города будем проводить фестиваль брусники впервые. Я надеюсь вам понравится. У нас будет реализация как самой брусники, так и брусничной продукции. Каждый из вас может попытаться реализовать свое брусничное варенье или брусничный морс. Общепит тоже будет угощать нас блюдами с брусникой. На улице мы поставим столики. Будет концерт, будут соревнования интересные. Будем чествовать людей с ягодными фамилиями, просьба откликнуться. Будет здорово, приходите в красном. Накануне профессионального праздника Дня работников торговли хочу всех причастных поздравить, пожелать удачи, здоровья и процветания вам и вашим семьям. На этом у меня сегодня все. Прощаюсь до следующей субботы. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова